Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! Темой и подсказкой для вас сегодня будет Дефилобатриоз. Сложно его выговорить, новая тема, но все же она нужна, как подсказка для вас в будущем. Что это такое, и как с этим бороться, и как не сделать так, чтобы заболеть. Поэтому сегодняшняя тема паразитарное заболевание Дефилобатриоз. Это заболевание, которым можно заразиться при поедании рыбы. Рыба речной. Либо человек, который кушает рыбу сырую, либо собака, либо кошка. Поэтому сегодняшняя наша подсказка идет о речной рыбе и таком заболевании, как Дефилобатриоз. Дефилобатриоз это тяжелое заболевание, которым можно заразиться животным, если это собака, от поедания сырой рыбы. Данным заболеванием можно заразиться только в тех случаях, если человек, либо собака, или кошка поедает сырую рыбу. Собака и кошка чаще всего являются промежуточными хозяями данного паразита. Основным как раз является человек. То есть собака своими поцелуями. Если вы целуете свою собаку, знаете, что в момент поцелуя собачка может передать вам со своей любовью много паразитов, в том числе и Дефилобатриоз. Это паразит, который паразитирует сначала в собачьем теле, а потом в теле человека. Данный паразит у человека может паразитировать много-много лет. И длина данного паразита, иногда делали, скажем так, замеры люди, до 10-15 метров. И самая главная подсказка для вас, владельцев. Когда вы целуете своих собачек и кошечек, чем-тем, губы в губы, облизываете их и так далее, да, вы вправе это делать, это ваши эмоции, ваши чувства, знайте, что в этот момент, как правило, со слюной они вам передают не только любовь и чувства, но и паразиты. Поэтому защищайтесь от ваших животных первым путем тем, чтобы минимально целовать их губы в губы. Тем самым, если мы говорим сегодня о теме Дефилобатриоз, заразиться вам будет практически нереально. Всем спасибо.